Русский язык О чем же речь? Обратите внимание на подчеркнутые слова в этом стихотворении. И вы сразу догадаетесь. Итак, речь идет о глаголе. Итак, посмотрите, пожалуйста, да, что без меня предметы, лишь название. А глагол мы знаем, что придает действие предметам. Итак, хорошо. Мы с вами уже очень много изучили о глаголе. Но это еще не все. Но давайте для начала мы с вами повторим все, что мы уже узнали об этой части речи. Посмотрите на экран. Итак, мы изучили уже достаточно много. И стоит сейчас немного повторить и освежить наши знания. Давайте посмотрим внимательно. Итак, мы знаем, что глагол – это самостоятельная часть речи. Мы знаем его значение. Глагол обозначает действие предмета. Мы знаем, на какие вопросы отвечают глаголы. Что делает, что делают, что сделает, что сделают и другие. Также мы узнали, что у глагола есть начальная форма. Называется она «неопределенный». И отвечает она на вопросы «что делать, что сделать». Также мы сказали, что глагол, его синтаксическая роль в предложении является сказуемым. Также на протяжении нескольких уроков мы рассматривали морфологические признаки глагола. То есть непостоянные признаки. Глаголы у нас могут изменяться по числам. Единственное множественное число. Изменяться может по временам. Мы узнали, что у глагола есть времена. Настоящее, прошедшее, будущее. И также мы узнали, что глагол связан с местоимением. То есть можно у глагола по местоимению определить лицо. Также мы говорили про прописание суффикса и указали, что он у нас указывает на глаголы прошедшего времени. И прописание окончаний. Вот посмотрите, сколько всего много, мы уже с вами узнали. Но это еще не все. Нам предстоит еще много узнать нового и интересного. Ну а давайте пока коснемся темы, с которым мы познакомились на прошлом занятии. Мы говорили о том, что глаголы второго лица, единственное числа, которые отвечают на вопросы, что делаешь, что сделаешь, имеют окончание ешь, ешь и ишь. Пишутся с мягким знаком. Это орфограмма. И помните о ней, и не забывайте. Также мы с вами говорили еще про одно правило, которое мы тоже сейчас уже вспомнили. Давайте посмотрим на экран. Так, ну и про время. Мы говорили уже, давайте еще раз прочитаем сектрение. А наш хитренький глагол тоже время изобрел. В настоящем он все ходит, а в прошедшем уж ушел. В будущем он к нам придет, много знаний принесет. То есть о каждом времени мы с вами говорили. И на прошлом занятии мы коснулись глагола прошедшего времени. Давайте посмотрим на экран. Посмотрите на картинки и скажите, что делал мальчик. Посмотрите на картинки и записанные глаголы на экране. Итак, то есть мальчик в течение дня, если вас даже спросят, что вы весь день делали. И вот, допустим, мальчик что делал? Завтракал, делал зарядку, делал уроки, обедал, гулял, играл, ужинал, смотрел, читал. То есть все, что он выполнил за день. Напомнили ли вам эти глаголы и картинки о чем-то? То есть последовательность этих событий, действий, нам напоминает о режиме дня. Не забывайте его соблюдать. Итак, обратите внимание, что все глаголы даны в прошедшем времени. И мы с вами узнали о том, что суффикс «э» указывает то, что это глаголы прошедшего времени. Итак, приметой прошедшего времени глагола является суффикс «эль», который так и называют суффикс прошедшего времени глагола. Итак, давайте будем сегодня говорить подробно о прошедшем времени. Итак, прошедшее время. Форма прошедшего времени глагола показывает, что действие происходило или произошло до момента речи, до того, как о нем заговорили. Итак, а теперь посмотрите внимательно на слова, которые даны на экране. Внимательно их рассмотрите. Что вы заметили, сделайте вывод. Итак, даны глаголы. Значит, мы обратили внимание на то, что глаголы даны в прошедшем времени. Мы опять же видим подсказку суффикс «эл». Итак, ну и задаем вопрос, чтобы правильно убедиться. Что делал – спал, что делали – спали. Решал – решали. Сидел – сидели. Играл – играли. Заметили вы, чем отличаются друг от друга глаголы? Итак, значит, слева данные глаголы – это действие одного предмета, а справа глаголы – действие нескольких. То есть, значит, мы видим и делаем вывод, что глаголы изменяются по числам. Глаголы прошедшего времени изменяются по числам. Так, сделали вывод. Заметили, понаблюдали. Хорошо, давайте посмотрим на следующие глаголы. Прочитайте внимательно. Читал – читала. Шумел – шумела. Играл – играла. Что делал – что делала. То есть, опять глаголы в прошедшем времени. Но чем же они отличаются? Заметили? Я думаю, что да. Итак, мы с вами изучали у существительных род. И посмотрите внимательно, что читал – это мальчик, например, мужской род. Читала – девочка, женский род. Значит, глаголы в прошедшем времени в единственном числе изменяются по родам. Вот как раз-таки сегодня мы с вами будем об этом говорить. Тема нашего сегодняшнего урока – глаголы в прошедшем времени. Итак, род. Что можно определить у глаголов в прошедшем времени? Давайте понаблюдаем. А у других времен можно ли определить род? Давайте возьмем настоящее время. Перед вами картинки. Самолет, птица и бабочка. Насекомое в данном случае возьмем. Итак, настоящее время. Летит самолет. Летит птица. Летит насекомое. Значит, мы видим, что самолет – он мой, мужского рода. Птица – она моя, женский род. Насекомое – оно мое, средний род. Но обратите внимание, в настоящее время глагол изменился. Он как был, так и остается в такой же форме. Глагол не изменился в настоящем времени. Если посмотрим на будущее время. Самолет будет летать, птица будет летать, насекомое будет летать. Опять, что мы с вами видим? То есть у каждого существительный свой род, но глагол, опять же, в будущем времени не изменился. А вот посмотрим на глагол прошедшего времени. Самолет летел. Птица летела. Насекомое летело. То есть здесь мы уже с вами видим, что форма глаголов изменилась. Изменилось его окончание. Итак, давайте еще раз понаблюдаем. И мы заметим с вами, что самолет мужского рода. Самолет что делал? Летел. Окончание нулевое. Птица – женский род. Птица что делала? Птица летела. Окончание – а. И насекомое среднего рода. Насекомое что делало? Летело. Окончание – о. Итак, значит, мы увидели, что именно глаголы в прошедшем времени только могут изменяться по родам. И тема нашего урока – род глаголов в прошедшем времени. Давайте посмотрим, как изменяются глаголы прошедшего времени. Прочитаем небольшое стихотворение. Солнце грело, все грело и грело. Дождик падал, гулял ветерок. И малина взяла да поспела. Точно-точно в положенный срок. Обратим внимание на глаголы. Здесь, опять же, у глаголов в прошедшем времени выделен суффикс «эль». Хорошо. Посмотрим на следующий слайд. Итак, глаголы прошедшего времени, как мы уже с вами сказали, изменяются по родам. Солнце среднего рода, оно грело. Дождик падал. Ветерок гулял, малина поспела. Итак, род глагола в прошедшем времени, единственное число в предложении, зависит от рода имени существительным. Конечно же, мы говорили о том, что глаголы связаны с именами существительным. Итак, глагол, который связан по смыслу с именем существительным. Глаголы прошедшего времени во множественном числе по родам не изменяются. Выучите это правило, пожалуйста, и запомните. Итак, хорошо. Давайте посмотрим далее. Подведем небольшой итог и рассмотрим, что глаголы прошедшего времени отвечают на такие вопросы. Что делал, что делала, что делало и что делали. Мы знаем, что приметой прошедшего времени является суффикс «эль». Глаголы прошедшего времени изменяются по числам. Мы понаблюдали, с вами заметили. И изменяются по родам. Значит, женский род что делала, мужской что делал и средний что делала. Соответственно, как в вопросе «какое окончание?» Такое будет и в слове, в глаголе. Хорошо. Итак, ну давайте посмотрим дальше. Перед вами табличка. Давайте немножко потренируемся. У вас даны глаголы в неопределенной форме. Ваша задача – изменить их по родам. Единственное число. Ну и их также поставить во множественное число. Петь, читать и играть. Ну давайте вместе. Давайте посмотрим. Петь. Он что делал? Пел. Она пела. Оно пело. И они пели. Читать. Читал. Читала. Читало. Читали. Играть. Играл. Мужской род. Женский род. Играла. Средний. Играло. Ну и множественное число. Играли. Обратите внимание на выделенные окончания. У нас изменилась форма. Изменилось окончание. Итак, хорошо. Итак, давайте все с вами повторим все, что мы сегодня с вами узнали. Итак, глаголы прошедшего времени изменяются по родам в единственном числе. Значит, мужской род отвечает на вопрос «что делал?» и имеет нулевое окончание. Женский род отвечает на вопросы «что делала?» и имеет окончание «а». И средний род «что делала?» имеет окончание «о». Также вам даны примеры, которые вы можете рассмотреть. Итак, глаголы прошедшего времени во множественном числе по родам не изменяются. Вот что мы сегодня с вами узнали. Итак, давайте подведем итог урока. Значит, какую тему мы повторили с вами? То есть мы сегодня с вами в начале урока повторили все, что мы с вами знаем о глаголе, что узнали на это время. Так, что нового узнали на уроке? Сегодня мы узнали, что глаголы в прошедшем и только в прошедшем времени могут изменяться по родам в единственном числе. Итак, как изменяются глаголы? Мы теперь уже знаем. Все глаголы изменяются по числам. изменяются по временам, а глаголы прошедшего времени изменяются в единственном числе еще по родам. Обязательно выучите правила, которые у вас есть в учебнике, ну и выполните все данные вам упражнения. На этом урок у нас закончен. Спасибо за внимание. До новых встреч. Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать в Аспортанию И как понятно из названия Здесь все спортивные, активные, здоровые и позитивные Веди помочь готовы каждому И мы, зверянину отважному Расскажем, что такое срожь Здоровый образ жизни Ты так хорош Две тысячи девятнадцать Как же мне? Что же теперь будет? Так, нужно что-то решать. Нужно что-то решать. Юла, что случилось? Они похитили ее. Они похитили ее лайку. Мы украли вашу лайку. Не будет теперь у вас ни верности, ни радости, ни универсиады. Ха-ха-ха. А что этот самый Кранч просит взамен? Дети Земли, подумайте. Мы предлагаем вам честный обмен. Юло в обмен на юлайку. Лайка? Слышал, отличная собака. Тоже себе такую хочу. Юлайка – это не просто отличная собака. Это еще и талисман зимней универсиады-2019. Универсиада – всемирные студенческие спортивные соревнования. За всю историю универсиады в России впервые будут проводиться зимние игры. Это грандиозное событие для целой страны и ее граждан. Я не могу вас так подставить. Я согласен на условия Кранча. Постой, выход есть всегда. Мой папа говорит, что нельзя идти на поводу у злоумышленников и играть по их правилам. Мы обязательно что-нибудь придумаем. На то мы и твои друзья. Ребята, я придумала. Давайте я буду кататься на коньках и сделаю... Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok А здорово мы их, да? И талисман спасли. И я в беду не попал. Потому что мы друзья. А друзья в беде не бросают. Потому что мы команда. Здравствуйте, ребята. Я рада приветствовать школьников, которые хотят учиться и стремиться к знаниям. И мы начинаем с вами урок математики. Ну и для начала, как обычно, мы с вами проведем устный счет. Итак, рассмотрите, пожалуйста, выражение, которое вы видите. И ваша задача помочь Нюше поймать мячи только с ответом 320. Посмотрите внимательно на выражение и подумайте, какие мячи нужно взять Нюше. Выражение должно... Значение выражения должно быть равно... Как вы уже видите. Да, определенному числу. Я думаю, уже многие догадались, какие это мячи. Но давайте все равно проверим, а правильно ли вы выполнили задание. Давайте проверим. Итак, давайте посмотрим на первый. 80 умножить на 4. Здесь нужно вспомнить таблицу умножения. Помним. Если 8 десятков умножить на 4, это будет 32. А 32 десятка – это 320. Значит, первый мяч мы забиваем. Второй. 740 разделить на 2. Мы разбиваем на 600 и 140, чтобы нам было удобнее посчитать и быстро. 600 на 2 – это 300. 140 на 2 – 70. Получается 370. Следующий мяч. Значит, второй мяч нам не подходит. 90 на 4. Опять вспоминаем таблицу умножения. 9 на 4 – 36. Да еще 0 – 360. Опять не подходит. Следующий мяч. 640 разделить на 2. Значит, что мы делаем? 600 и 40. 600 делим на 2 – 300. И 40 делим на 2 – 20. Получается 320. Значит, этот мяч нам нужен. Следующий мяч. Здесь у нас уже 200 плюс 120. Ну, здесь легко посчитали. Все, наверное, сразу догадались. 320. Это нам тоже подходит. 180 плюс 160. В ответе будет 340. Этот мяч нам не подходит. Ну, и последний. 500 минус 80. Получается 420. Значит, помоги Нюше поймать мяч с ответом. Какие мы берем? Это первый, четвертый и пятый. Кто справился с заданием, тот большой молодец. Итак, но для того, чтобы, посмотрите, вычислить быстро и легко, нам пришлось вспомнить приемы устных вычислений, о которых мы с вами говорили на прошлом занятии. Где-то вам легко было быстро посчитать, где-то пришлось подумать, затрудниться и вспомнить изученные правила. Итак, давайте мы с вами вспомним все, что мы с вами говорили на прошлом занятии. Итак, чтобы умножить трехзначное число, которое именно оканчивается нулями, мы должны с вами вспомнить, как мы умножали сумму на число. Для этого число 240 мы разбивали на разрядные слагаемые. И каждое слагаемое умножали потом на 3. Вспомнили, да? Пока первое умножаем, стрелочка, потом второе слагаемое. Так, хорошо. Следующее выражение, следующий прием. При делении, то есть аналогично. Но если есть такие, которые вне табличных случая, мы должны вспомнить, что разбиваем не на разрядные, а на удобные. Как проще разделить? То есть вспоминаем 960 разделить на 6. Нам на ближайшее число, которое делится на 6, это 600. Остается 360. Ну и аналогично первое слагаемое и второе слагаемое делим, результаты складываем. Я думаю, что это вы все вспомнили. Вспомним деление следующее. Как же мы делили круглые числа? То есть мы методом подбора вспоминали таблицу умножения, затем деление проверяли умножением. Так, аналогично же и с трехзначными. Числами. Следующее. Например, 800 разделить на 200. Это 4, потому что 200 на 4 – это 800. То есть деление связано с умножением. Ну и еще мы вспомним табличку. Если у нас деление круглых чисел и одинаковое количество нулей, мы с вами закрывали, зачеркивали, и таким образом нам было легче выполнить деление. Я думаю, все эти способы вы вспомнили, и они вам пригодились при решении вот таких выражений, как при устном счете. Помните о них и не забывайте. Так, ну давайте посмотрим следующее выражение. Ой, следующее задание. Какая фигура лишняя? Посмотрите внимательно и определите. Вспомним, если первый класс, то мы смотрели и такие признаки замечали, как цвет, форма, размер. Цвет одинаковый. Размер мы не можем определить, да? А вот форма уже нам подсказывает, что здесь отличительная форма. Значит, какая фигура лишняя? Я думаю, все догадались, это фигура 4. Почему же она лишняя? Потому что все четырехугольники, а это треугольник. Значит, сегодня мы с вами на уроке опять же коснемся геометрического материала. Давайте вспомним, что мы уже с вами знаем из предыдущего урока. Мы знаем, что у каждого треугольника есть три стороны, три угла и три вершины. Мы с вами разматриваем. Три вершины мы знаем, что когда изучали еще в первом классе, что это замкнутое, ломанное вершины, это соприкосновение отрезков. Три стороны. И на прошлом занятии мы с вами как раз-таки про стороны, виды треугольников знали по сторонам. И три угла. Итак, давайте вспомним, какие же бывают треугольники по сторонам, виды треугольников. Мы с вами изучили о том, что треугольник, который все стороны разные, называются разносторонними. Треугольники, у которых две стороны равны, называются равнобедренными. И треугольники, у которых равны все три стороны, называются равносторонними. Это мы определили виды треугольников по сторонам. Но давайте мы сказали о том, что у треугольников есть углы. Давайте вспомним, какие же есть углы. Мы с вами изучали и узнали, что у нас есть такие углы. Прямые, острые и тупые. Прямым углом называется угол величиной 90 градусов. То есть для этого мы применяли с вами ровный лист бумаги, либо пользовались угольником. И с помощью него определяли, где острые, где тупые углы. Острый называется угол, который меньше прямого, а тупой угол, который больше прямого. Итак, значит и треугольники, как вы уже сказали, тоже есть углы. И значит же, что и виды треугольников можно и назвать как-то по углам. Давайте посмотрим. Итак, рассмотрим треугольники. У нас даны треугольники А, Б, С, Д, Е, К и М, Т, О. Рассмотрим треугольник А, Б, С. Треугольники А, Б, С все углы острые. Даже если мы приложим прямоугольник, прямой угол, либо лист ровной бумаги, то мы убедимся, что все углы острые, они меньше прямого. Такой треугольник называют остроугольным, потому что все углы острые. Хорошо. Посмотрим на треугольник Д, Е, К. В треугольнике Д, Е, К есть прямой угол. Это угол Е. Такой треугольник называют прямоугольным. То есть, если есть прямой угол, такой треугольник называется прямоугольным треугольником. Ну и рассмотрим третий вид треугольника. Видите, да, чтобы прямо убедиться, мы подставляем линеечку, убеждаем, что здесь прямой угол, поэтому это прямоугольный треугольник. Так, и третий треугольник МТО, или ОМТ можно его поназывать. Так, здесь есть тупой угол О, мы увидим, что он больше прямого. Такой треугольник называют тупоугольным треугольником. Итак, вы заметили, что не только по сторонам можно назвать треугольник, но и по углам. Итак, давайте еще раз рассмотрим. Вот даны нам три треугольника. Если мы возьмем линейку с прямым углом, называется он угольник, и приложим к каждому треугольнику. Если мы посмотрим первый угол у него меньше прямого, значит угол острый. Если у него угол больше прямого, это тупоугольный. А если прямой угол, видите, совпадает, то это прямоугольный треугольник. То есть виды треугольников по углам. Остроугольный, тупоугольный треугольник и прямоугольный треугольник. Хорошо. Итак, давайте еще раз повторим. Значит, мы с вами узнали сегодня, что бывают виды треугольников. Тупоугольные треугольники – это такие, у которых есть тупой угол. Остроугольные треугольники, у которых все углы острые. А прямоугольные треугольники – это треугольники, у которых есть прямой угол. Хорошо. Давайте подведем итоги и рассмотрим табличку. Итак, теперь мы уже с вами знаем, что можем определять название треугольников по сторонам и по углам. По сторонам называются равносторонний, равнобедренный и разносторонний. А по углам – остроугольный, прямоугольный и тупоугольный. Хорошо. Молодцы. Итак, ну и давайте подведем итог урока. Итак, какую тему мы повторили с вами в начале, когда выполняли устный счет? Мы с вами повторили приемы устных вычислений, умножения и деления чисел, оканчивающие нулями, то есть круглых чисел. Что для этого нужно знать? Конечно же, нужно знать приемы, которые мы с вами изучили, ну а также знать таблицу умножения. Какую тему сегодня мы разобрали с вами на уроке? Мы с вами узнали, что треугольники могут иметь свое название по углам. Что для этого нужно знать? Конечно же, уметь правильно определить угол треугольника. Для этого вам нужны знания, вспомнить, какие бывают углы, ну и пользоваться угольником. Таким образом, справитесь с заданиями. Я думаю, что вы сегодня все усвоили и поняли. На этом урок у нас закончен. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok